Что касается эволюции и революции, те, кто спешат, кто хочет, чтобы всё происходило быстро. Революция — это поворот. Поворот означает совершить круг. Если вы ходите по кругу, вы будете продолжать возвращаться в исходную точку. Развиваться — значит постоянно двигаться вперёд. Природа успешно использовала такой метод. И мы тоже должны двигаться таким образом. Мы немного торопимся. Так что всё, будь то экономика, социальные процессы или даже духовный процесс, для огромного количества людей всё заканчивается плачевно, только из-за спешки. Если вы можете делать всё быстро, это другое дело. Но спешка не обязательно ускорит процесс. поскольку для того, чтобы делать всё быстро, нужно определённое умение. Вам нужно... Не знаю, нужно ли мне говорить это, поскольку... ничего. Ничего. Мне всегда нравится, как люди спрашивают меня, «Садгуру, «Садгуру, вы получаете адреналин от быстрой езды на мотоцикле или на машине?» Нет. По мере того, как я разгоняюсь всё больше и больше, я делаю так только, когда еду один. Когда я действительно разгоняюсь, я становлюсь практически абсолютно неподвижным. Потому что если у вас нет равновесия, скорость — это опасная вещь. Это происходит от того, что вы торопитесь. Вы хотите попасть куда-то. Из-за того, что вы хотите куда-то попасть за определённый промежуток времени, если вы гоните, всегда есть возможность, что что-то произойдёт. Но если вы быстро едете, потому что такова ваша природа, потому что вы можете справиться с этим, вы не соревнуетесь ни с кем, не едете на время, вам не нужно попасть куда-то. Вы просто управляете чем-то в соответствии со своими способностями. Это другое. Так должно происходить во всех сферах жизни. Но этого не получится сделать в спешке. Это возможно только при сохранении баланса. Если присутствует абсолютный баланс, тогда можно делать всё на максимуме своих возможностей. А не как кто-то другой. Кто-то может творить чудеса. Мы будем делать только обычные вещи, но мы будем делать их хорошо на излучшем возможном для нас способом. Так что эта спешка, которая вселилась в людей, в наши дни, в какой бы университет я ни пришёл, сначала я не знал эту терминологию, теперь я, конечно, знаю. У них есть такое понятие, как синдром упущенной выгоды, что кто-то где-то прямо сейчас развлекается без вас. Я сижу, просто читаю книгу. Но у кого-то сейчас вечеринка. Кто-то другой делает то-то, другой делает это. Как только попадаешь в этот безумный круговорот, из него уже не выберешься. От этого нельзя избавиться. Это порабощение. Наихудшая форма рабства. Потому что вы хотите делать всё, что делают другие. Это тоже эволюционная проблема. Это откат. Это эволюционный уровень обезьян. Если одна делает что-то, все остальные начинают делать то же самое. Что ж, это тоже эволюционная проблема. Поэтому важно, когда мы говорим о духовном процессе, самое важное — учиться быть неподвижным. Тогда действия перестанут быть неконтролируемыми. Действие должно быть зеленаправленным. Когда я хочу что-то сделать, я делаю это на полную. В противном случае я могу просто сидеть здесь. Однажды, тогда мы только запустили школу-пансионат Иша, и я пришел туда посмотреть на детей. У них было утреннее собрание. И все эти шести, семи, восьмилетние дети сидят там вот так. Я просто посмотрел на них и спросил, «Почему? Почему эти дети как поломанная юла?» Знаете, что такое юла? Уже такого нет понятия, да? Дети все еще играют юлой. Уже такого нет. Но неважно. Юла должна быть хорошо сбалансирована, чтобы стоять вот так. Вы не можете понять, крутится она или нет. Она стоит вот так. Если она сломана, она будет крутиться вот так. Эти дети не могут усидеть на месте. Я спросил, что с ними происходит? Нет, Садхгуру, это же дети. Они всегда такие. Чьи это дети такие? И мы начали с самого простого. Семь музыкальных нот. Са-ри-га-ма-па-да-ни-са. Двенадцать минут каждое утро. Через два месяца они все сидели вот так. Вот и все. Проблема сейчас в том, что наши образовательные процессы происходят в торопях. Люди спрашивают. Садхгуру. В США одна женщина спросила меня. Она была на пятом-шестом месяце беременности. Она хотела... Не знаю, как это называется. Что-то вроде... Она хотела научить своего ребенка чему-то до его рождения. Серьезно. Проводят такие программы, где разными методами пытаются запихнуть математику и другие дисциплины в голову ребенка. Я не знаю, что именно они там делают. Я сказал ей. Видите ли, в Индии есть два ярких примера того, как кто-то обучался в утробе матери. Оба эти примера стали страшными катастрофами. Один из них — Аштавакра. Находясь в утробе матери, он слышал, что говорит его отец. И так он получил свое образование. И затем он начал с ним не соглашаться. Оттуда. Из-за этого отец проклял его. А может, и само обучение превратило его в абсолютно деформированного человека. К счастью, он расцвел во что-то иное, потому что все его тело было деформировано. Другой пример — Абиманью, сын Арджуны. Он тоже услышал некоторые секреты, когда находился в утробе матери. Правда, он услышал только половину. После этого, возможно, она решила выпить воды. Второй части он не услышал. Представьте, вы внутри, слушайте. Гуру-гуру-гуру. Так что вторую половину секрета он не услышал. Поэтому он вышел на поле боя. Он знал, как проникнуть в определенное формирование, но не знал, как выбраться, и был убит самым ужасным образом. Так что я сказал ей, в Индии есть два примера тех, кто учился, будучи в утробе матери. И оба они превратились в катастрофу. Вы этого хотите? Потому что кто-то ей дал эту брошюру, где говорится, что мы можем сделать из вашего ребенка гения математики, обучив его, пока он находится у вас в животе. У других тоже есть эта дурацкая тяга к ускоренному обучению. К тому времени, как ребенку исполняется 2-3 года, его обучают языку, математике, тому, этому. Это худшее, что вы можете сделать, потому что вы спешите. Когда вы в таком состоянии спешки, вы потратите все впустую, включая вашу жизнь. Большинство жизней людей растрачиваются именно из-за этого. Даже обучение в школе — это сплошная спешка. Постоянно нужно выучить вот столько, вот столько. Нет никакой вовлеченности. Просто накопление вещей. Если хотите знать мое мнение, современное образование вызывает все эти ужасные экологические катастрофы. Какой след на этой планете оставят неграмотные люди из деревни? Они просто живут. Если им хватает на пропитание, они живут хорошо. И в один день они просто умирают, почти ничего не оставляя за собой. Это только образованные люди. Как только они идут в школу и дальше, если они поступают в университет, они превращаются в серьезный ущерб для планеты. Конечно, они изучают экологию и потом выпускаются. Если вы избавитесь от этой спешки внутри вас и от того, что вы хотите всегда быть впереди всех, тогда просто сидеть здесь, закрыв глаза, будет очень легко. Если кто-то опередит меня, мне-то что? В чем проблема? Если опережает, пусть идет. Столько людей, невообразимое количество людей опередили вас и умерли. Целое поколение. Вы и их хотите обогнать. Почему вы не хотите посоревноваться с ними? Скажите мне. Почему вы соревнуетесь только с живыми? Мертвые ушли далеко вперед. Вы должны обогнать их. Да? Да. Это именно то, что мы будем делать. Именно это мы и будем делать с этим ощущением спешки. Один из главных аспектов духовного процесса это то, что вы ни с кем не соперничаете. Вы можете просто закрыть глаза и сидеть. Никаких проблем. Иначе вы не сможете сидеть. Вы не сможете усидеть ни минуты. Когда вы переживаете о том, что делают другие, вы не можете сидеть. Нигде. Вы никогда не узнаете, что значит обрести легкость. Если вы не знаете, что значит испытывать легкость, тогда блаженство вам абсолютно недоступно. Что значит быть свободным? Вам абсолютно недоступно. Сначала нужно обрести легкость. Это не означает, что вы не должны ничего делать в жизни. Вы будете делать, что сможете. Все, что вы можете, вы будете делать. Но вам не нужно никого опережать. В этом нет никакой нужды, потому что вы не можете опередить даже муравья. Вы можете делать то, что делает муравей. Не можете. Поэтому не нужно соперничать. Вся эта соревновательная чепуха, начиная с детского сада или еще раньше, перед тем, как дети начинают ходить в школу, родители говорят им, «Я дам тебя в лучшую школу, ты должен быть номером один, лучшим учеником». Все должны стать меньше вас. Вот в чем их желание. С таким больным подходом можете забыть про духовный процесс и даже просто про жизнь. Самые обычные вещи в жизни, как хорошо есть, хорошо спать, как справляться с ситуациями, этого тоже не будет. Вот что произошло с современным обществом. Люди даже спать нормально не могут. Им нужно принять таблетку или выпить стаканчик чего-нибудь, иначе они не уснут. Огромное количество людей загнали себя в эту ситуацию просто по причине спешки. Спешка — это следствие того, что вы всегда хотите быть лучше кого-то. Если вы исключите одно только это, тогда просто сидеть здесь будет для вас естественным. Это не означает, что из вашей жизни исчезнет динамизм. Нет. По своей сути, покой — это основа любой деятельности. Неподвижность — основа динамизма. Так устроено мироздание. Все произошло от «ши-вы». То есть все было ничем, все было неподвижным. Из этого развился рев или серия взрывов. И появилось все мироздание. Это основа нашего существования до сих пор. Люди не могут справиться с основополагающими аспектами, но они продолжают совершать самые разные вещи в жизни. Самая фундаментальная вещь, которую вам необходимо понять — вы никогда не можете быть лучше, чем кто-то, или хуже, чем кто-то. Все это только в вашем уме. Вы сами это придумываете. Отчаянное желание стать лучше, чем кто-то появляется только потому, что вы не нашли ничего стоящего внутри себя, ничего ценного внутри себя. Иначе почему вы хотите стать лучше других? просто потому, что не нашли ничего ценного вот здесь. В этом вся проблема. Если не инвестировать в этом направлении, если люди не будут инвестировать в этом направлении, мы доведем себя до катастрофы. Что мы делаем во многих отношениях? По мере того, как мы получаем все больше возможностей с помощью технологий и научных знаний, вы должны понимать, что научные знания сегодня, по мнению большинства людей, заключаются в том, что мы узнаем все больше и больше приемов, как эксплуатировать все во Вселенной. Сейчас мы смотрим в сторону Марса. Мы хотим разрушить еще одну планету. Разве мы можем довольствоваться уничтожением только одной планеты? Мы должны разрушить как минимум две. Но если мы уничтожим две, мы захотим четыре. И это будет множиться, как вирус. Сначала они пытались найти этого человека. Как его называют? Ноль что-то такое. Первый человек, который заразился. Они не нашли его. Но с тех пор каждый день делали безумные математические предсказания. Как вирус может размножаться? Разрушение не из-за чего-то. Разрушение просто из-за непонимания фундаментальной природы нашего собственного существования. Из-за этого мы причиняем вред всему. Мы думаем, что причиняем вред планете. Нет. Единственное, что мы делаем, это причиняем огромный вред собственной жизни. И больше ничего. Итак, вирус, изоляция, завтрашнее утро. Кажется, комбинатский час начинается сегодня в полночь. Вас могут застрелить, если выйдете на улицу. Есть кадры одного юноши, который захотел похвастаться своим спортивным автомобилем, кабриолетом. Парень решил выйти из изоляции просто потому, что ему так захотелось. Мотор довольно неслабо ревет и привлекает внимание. Полицейский констебль остановил его и заставил его приседать и приседать, держась за уши. Не отпускал его. Парень говорит, не надо, я поеду, все нормально, извините. Ничего не знаю, давай, начинай. Этого парня показали на государственном телеканале. Он теперь никогда в жизни в кабриолет не сядет. Вопросы, пожалуйста. Вопрос от Арвенда Паниграха из Мумбая. Намаскарам, Садгуру. Относительно решений, о которых вы говорили вчера на вебинаре Организации предпринимателей, о минимум четырёх годах использования телефона, автомобилей и прочего. Хотелось бы знать, не нужно ли расширить эту модель и посмотреть, что это будет значить с точки зрения сокращения занятости в этих секторах и какие решения могут быть приняты с точки зрения альтернативных источников средств к существованию. Вчера мы участвовали в конференции с предпринимателями. Это международная организация. Они спросили меня, «Садгуру, как нам двигаться дальше? Вирус пока что остановил весь бизнес. Мы понимаем, что мы должны что-то сделать, чтобы замедлить свою деятельность. Но как? Мы экологически сознательны. Но что нам делать?» Я ответил, «Можете начать с простых вещей». Если вы не знаете, то в такой стране, как Индия, в Соединённых Штатах должно быть гораздо хуже. У меня нет статистики по США. В Индии 40% человек, которые покупают телефоны, смартфоны, пользуются ими только один год. Сейчас в этой стране более 50 крор, это значит, что... 500 миллионов, да? 500 миллионов телефонов, которые не используются. Они где-то у них дома. Потому что владелец купил новую модель. Они не хотят ни с кем делиться старым телефоном, потому что там осталась какая-то информация. Они не хотят его продавать, не хотят никому отдавать, потому что их фотографии и всё остальное не могут быть полностью стёрты, что может вызвать некоторые проблемы. 500 миллионов телефонов в Индии не используются. Они где-то валяются. Можете в это поверить? Так что я сказал, почему бы не принять закон, что если вы купили телефон, вы должны пользоваться им 4 года. Если он сломается, вы должны сдать сломанный телефон. Или должен быть способ продать старый телефон, чтобы кто-то другой использовал более дешёвый телефон. Так тоже можно. Если вы покупаете любой автомобиль, вы должны пользоваться им 8 лет. Если это слишком много, мы можем установить либо 8 лет, либо 100 тысяч километров. Я хочу сказать, что все виды производств продолжают расширяться и расширяться. Куда расширяться? До какой точки? Где-то должно быть какое-то ограничение. Теперь, по крайней мере, мы научились жить с ограничениями. Так что лучше начать принимать законы. Но это должно быть сделано во всём мире. Если в Индии вы должны будете пользоваться телефоном 4 года, а в Пакистане сможете купить новый, когда захотите, люди переедут туда. Они такие. Во всём мире должно быть так, что телефоны не будут продаваться тому, кто только что купил новый. Такой человек не сможет купить другой телефон в течение года или двух. Ему нужно будет подождать, потому что его имя и номер телефона всё должно быть зарегистрировано. Если 4 года — это слишком много, сделайте 3 года, 2 года, неважно. Установите разумный срок, за который большинство телефонов не выйдут из строя. Установите разумные сроки для автомобилей. А затем точно так же можно будет поступить с военной техникой и тому подобным, если вы не сделаете этого сейчас. Сколько ещё вы будете расширяться? До смерти? Вот и всё, до чего мы расширимся. Нам нужно поставить такие ограничения на производство стали и алюминия. Если наложить ограничения на основное сырьё, дело сделано. Нельзя повышать текущий уровень производства в течение следующих 25 лет. Нужно установить это. Если вы производите в стране такое-то количество стали, вы должны остановиться на этом. Неразвитые страны, развивающиеся страны, если вы хотите дать им немного свободы действий, можете дать им возможность наверстать упущенное. Но как только мы достигнем определённой точки, для определённого количества населения производится определённое количество. Нужно остановиться на этом. Иначе люди будут продолжать использовать вещи всё более и более бессмысленно. Сверхимеющегося у нас нет. На этой планете всё есть только в том количестве, которое уже есть. И не больше. Если думать с точки зрения компании. Было время, когда у всех было по 6-8 детей. Сегодня всё свелось к двум одному. Многие выбирают не иметь детей. Я даже пригрозил учредить премию для женщин, которые не будут заводить детей. Если мы можем сделать это с детьми, почему мы не можем сделать это с чёртовым телефоном, машиной и всем остальным? Почему нет? Мы уже сделали это с людьми в некоторой степени. Не очень эффективно. Но мы сделали это в достаточной мере. Почему мы не можем сделать то же самое со всем, если мы этого не сделаем? То через 20-25 лет мы дойдём до такой катастрофы, которая будет хуже, чем вирус. Правда. Когда проблемы с изменением климата выйдут из-под контроля, яма, в которую мы попадём, будет гораздо хуже, чем вирус. Если вы думаете, что вирус создаёт хаос в вашей жизни. Когда вспыхнут проблемы с изменением климата, вы увидите, что мы столкнёмся со всем другими ситуациями. Определённо должно произойти и сокращение численности населения. Все будут думать трудоустройство, работа, работа. Больше людей могут петь, танцевать, делать цветы. Есть много вещей, которые вы можете делать. Не все должны быть заняты на производстве чего-нибудь. Это происходит потому, что мы перешли в этот режим и начали верить, что надо жить так. Сто лет назад на этой планете никто так не жил. Всего сто лет назад. Сто лет назад в некоторых частях мира уже начали. Скажем, 200 с лишним лет назад никто и нигде так не жил. Все работали в полную силу, чем бы они ни занимались. И люди жили счастливо и хорошо. Единственный процесс, который мы приветствуем, это разные медицинские достижения, которые позволяют людям жить полноценной жизнью. Больше технологий, больше улучшений в уже имеющихся технологиях без определенного уровня утонченностей. Ничего не может быть выпущено. Просто потому, что любой идиот может произвести всё, что угодно, всё это выходит на рынок. Это нужно прекратить. Нужно ли это для этого мира? Можем ли мы себе это позволить? Необходимо это решить, не так ли? Для контроля этого есть некоторые законы, но этого недостаточно. Время вируса — это, по крайней мере, хорошее время, чтобы подумать об этом. Тогда, конечно, люди скажут, «Садгуру, не сыпь нам соль на рану. Нам и так больно. Мы не знаем, что делать с нашей отраслью, не знаем, как обеспечить людей работой. А теперь ты добавляешь, что нам нужно сократить производство и сделать это». Не я. Природа напоминает вам. Принять это напоминание. Вот и всё, что я говорю. Как-то раз. Один человек спустил из грузовика громоздкие напольные часы и с большим трудом, взвалив их на спину, понёс к своему дому. Мимо шёл пьяный. Посмотрел на него и сказал, «Эй, мистер, а ты не думал взять себе наручные часы? Пришло время завести наручные часы. Для таких простых процессов мы тащим такие громоздкие вещи. Пора нам их уменьшить». Я предлагаю просто взглянуть на это. Если вы сами этого не видели, многие из вас слишком молоды для этого. Но посмотрите, скажем, какой-нибудь голливудский фильм 70-х или 60-х годов. Вы видели, какие там машины? Из одной можно сделать пять машин. Столько в ней металла. Да? Их строили как корабли. Сейчас из того же количества металла мы производим две-три машины. Это улучшение, не так ли? Но почему, чтобы прийти к этому, нам понадобилось 50-60 лет? У нас достаточно мозгов и достаточно способностей, чтобы сесть и усовершенствовать всё это в ближайшие три года. Всё, что можно усовершенствовать и минимизировать, это возможно сделать сейчас. Одно только это — создать феноменальную занятость. Это означает, что каждый должен применить немного больше изобретательности в своей жизни. Это полезно и для вашего мозга, и для всего мира, и для планеты. Это очень хорошо. Говорю вам, одно из величайших удовольствий, которое может иметь человек. Это когда вы придумываете что-то рациональное, может быть, простую вещь, как закрепить фотографию на стене. Все пытались, но вам в голову пришла идея. Ух ты! И вы живёте этим долгое время. Да? Потому что... Видите ли, сейчас некоторые люди жалуются. Почему футболистам платят больше, чем людям, занимающимся научными исследованиями? Если бы мы вложили в науку столько, сколько вкладываем в Роналду или Месси, у нас не было бы этого вируса. Это неправда. Потому что в науку делается слишком много инвестиций. Но почему люди платят им столько, сколько платят? И почему люди смотрят на них так? Потому что их тело делает то, что вы для себя не можете даже представить. Когда Рональдиния играет, ваши глаза выскакивают из орбит, потому что он делает то, о чём вы даже не можете и мечтать. Используете ли вы таким образом своё физическое тело, или вы таким образом используете свой ум, что угодно. Это вызывает огромное удовлетворение и наполненность в вашей жизни. Я не говорю о духовном процессе. Это другое измерение. Для кого-то, кто живёт простой жизнью. Почему игра в гольф приобрела такое значение? Потому что в любой другой игре, в которой вы играете с кем-то, если вы не очень хорошо играете, вы всегда можете что-то сказать о другом человеке. А здесь просто дурацкий мяч. Мне не следовало бы вам этого говорить. Я скажу вам через несколько дней. Я кое-что сделал сейчас. Это мяч. Но проклятый мяч не слушается вас. Он летит так и так. Поэтому, когда Тайгер Вудс или кто-то ещё играет, у всех глаза из орбит влазью, потому что он делает с мячом всё, что хочет. Вот и всё. Что ещё он делает? Мяч просто идёт туда, куда он хочет его отправить. Вот и всё. Поэтому, когда тело функционирует так, как вы хотите, возникает глубокое чувство удовлетворения. Когда ваш ум функционирует так, как вы хотите, возникает очень глубокое чувство удовлетворения. И только когда вы делаете всё механически, пойди туда, выполняй свои обязанности 8 часов, отправляйся домой, можешь напиться, в конце месяца получи зарплату. Что это за жизнь? Когда я был молодым, мой отец всегда волновался. Он ушёл всего несколько месяцев назад. Он всегда волновался. Этот парень ни на что не годится. Что он будет делать? Как он будет зарабатывать на жизнь? Я никогда и не думал о том, как зарабатывать на жизнь. Я думал, что это пошло. Как заработать на жизнь? Такая мысль мне никогда даже в голову не приходила. Я ходил в школу, в колледж. Из-за того, что мне было интересно. Но никогда ради заработка на жизнь. Поэтому, когда я поступил на такую специальность, которая определённо не могла обеспечить мне работой, в семье возникло немало беспокойства. Однажды он очень распереживался, и там были некоторые родственники, и он сказал, что делать с этим парнем? Он ни на что не годится. Тогда я сказал, «Не беспокойся о том, как я буду зарабатывать себе на жизнь. Просто скажи мне, когда мне нужно покинуть этот дом. Когда ты скажешь, через две минуты я уйду. И не беспокойся обо мне. Я найду где жить. Если не будет ничего другого, я отправлюсь в джунгли и буду выживать там. Потому что я путешествовал по западным гадам. Я знаю, где жить, как выживать. Даже не видя человеческого лица, я выживу. С этим нет никаких проблем. И прежде всего, раз я ни на что не годен, это означает, что я могу делать все, что мне захочется. Это может выглядеть как высокомерие. Но дело не в высокомерии. Не в каких-то особых способностях. Просто человеческое существование означает именно это. Знаете, с нашей программой «Инсайт» и связанной с ней другими программами, мы изменили ситуацию. И в ашраме мы больше не используем термин «человеческие ресурсы». Ресурс означает, что это ограниченное количество. Человеческое существо не является ограниченным. Если он или она является ограниченным, что, черт возьми, мне с ними делать? Если все уже определено их генетикой, культурой или Богом, вот чем они станут. Что мне тогда с ними делать? Я вижу людей как потенциал, поэтому я вкладываю в них свою жизнь. Иначе зачем? Какой смысл, если в них нет потенциала? Мы заменили «человеческие ресурсы» на «человеческий потенциал». Это очень легко. Из английской «р» нужно только стереть одну черточку. Теперь это «HP». В ашраме отдел больше не называется «HR». Он называется «HP». «Человеческий потенциал». Потому что человек — это возможность. Как далеко вы ее исследуете? Вот в чем вопрос. Мы рассматривали все только с точки зрения, как делать больше. Дело не в том, чтобы делать больше. А в том, чтобы делать больше с точки зрения глубины, а не только с точки зрения количества. Когда мы занялись массовым производством вещей в мире, все прекрасное ушло. В этой стране до сих пор сохранилось некоторое ремесло. Знаете, ручное изготовление чего-нибудь. Каждый кусок ткани, каждый метр того, что делает работник на ручном ткацком станке, уникален и неповторим. Но теперь это производят на машине. А парень, который стоит рядом, просто наливает немного масла или добавляет красителя и просто стоит там. Он никак не вовлечен. Мы создали мир таким, потому что кому-то хочется больше денег, больше денег, больше денег. Вот и все. Все говорят о миллиардах и миллиардах. Говорю вам, если я добавлю вам еще сотни лет жизни, скажем вам 50-60 лет, мы дадим вам еще 100 лет. Что вы будете делать с сотнями миллиардов долларов? Скажите, что вы будете делать? Какую-нибудь ерунду. Они скажут, я буду заниматься благотворительностью. Но почему? Зачем захватывать деньги и потом отдавать обратно? Я не настроен против тех, кто так делает. Я рад, что, по крайней мере, они делают так. Другие же уходят и хоронят это в своих могилах. Вы видели этих царей, этих египетских фараонов и других людей? Они похоронили огромное количество золота и вещей в своих могилах, думая, что они им пригодятся где-то еще. А те, по крайней мере, пытаются вернуть. И это считается большим достижением. Я сказал, зачем брать больше, чем нужно, а потом отдавать обратно? Если мы изменим этот порядок, мы можем изменить все. Что мы сделаем с этими семью с половиной миллиардами людей? Можно сделать много всего прекрасного. Не обязательно продолжать производить больше автомобилей, и, по крайней мере, давайте решим, сколько людей должно существовать на этой планете. Сколько должно быть автомобилей, сколько должно быть чертовых телефонов, сколько должно быть других устройств. По крайней мере, давайте все вместе решим. Может быть, столько-то и столько-то. А иначе... Сейчас так происходит во всех индийских городах. У нас больше машин, чем дорог. Да. Если все машины выйдут на дороги... Дорог у нас не хватит. Но зато у нас есть машины. А если посмотреть на экономику... Продажи автомобилей растут и растут. Поэтому у нас все отлично, все прекрасно. Хотя бы ездите на мотоцикле, как я. По крайней мере, сэкономите половину пространства, которое занимаете. Я говорю, что мы должны сделать что-то. Нам нужно разобраться, как отдельному человеку занимать меньше места. Сейчас, соблюдая дистанцию, вы занимаете больше места. Это нормально. Социальная дистанция — это нормально. И если мы не поймем, как потреблять меньше, если будем продолжать думать... Ведь люди говорят об этом, когда я разговаривал с некоторыми политическими лидерами. Они говорят... Нет, нам нужно усилить рост населения, потому что у нас будет очень молодая рабочая сила. Наша экономика будет расти. Что вы будете делать с этой чертовой экономикой? Давайте представим, что через какое-то время в этой стране вместо одного миллиарда человек стало два миллиарда. Как вы сможете здесь жить после этого? Можете делать все, что хотите. Можете строить дома на 500 этажей. Но разве так стоит жить? Почему мы не можем осознанно подходить к количеству людей на планете? Количеству телефонов, автомобилей, компьютеров. Сколько их должно быть? Нам нужно установить разумные пределы. Этот вирус начинает привносить разумность в нашу жизнь. Мы должны использовать это время, чтобы, по крайней мере, начать думать. Я знаю, что это не произойдет в одночасье. Но, по крайней мере, мы должны начать думать в этом направлении. К чему мы хотим прийти? К чему мы пытаемся прийти? Вирус говорит вам. Я могу добраться до вас в любое время. К чему мы хотим прийти? Да, будучи людьми, мы должны что-то делать. Мы хотим делать многое. Это нормально. Но когда мы знаем, что движемся к собственному уничтожению, разве это не время остановиться и посмотреть? В любом случае, вирус буквально заморозил нас. Я думаю, что все беспокойные люди медленно начинают наслаждаться спокойствием своей жизни. Судя по тому, что я наблюдаю вокруг. Сначала они были такие, а сейчас кажется, что они немного привыкли. Поэтому я считаю, что раз в год нужно устраивать добровольную изоляцию по всему миру. Нам не нужен вирус, который бы принуждал нас к этому. Просто устроить три недели изоляции по всему миру. Не обязательно сидеть дома, можно выходить. Без машин, без дыма, ни от двигателя, ни от этого, никакого дыма. И просто сосредоточиться на улучшении своих жизней. На всех уровнях. На любом уровне, который для вас важен. На физическом, ментальном, энергетическом, духовном, как вы захотите. Три недели для того, чтобы все могли улучшить свою жизнь. Как это все изменит? Посмотрите, сколько мы построили зданий, сколько инфраструктуры, куда это все приведет. Например, учебные заведения. Я никогда не понимал, зачем. Поэтому я так редко туда ходил. Даже когда я учился. Потому что я не мог понять, почему все приходят, сидят в комнате и слушают, как один человек читает книгу вслух. Я никогда не мог понять такую деятельность. Поэтому я проводил все время снаружи, в саду. И сколько же мы построили миллионов квадратных метров зданий, чтобы обучать людей? В свое время мы думали, что это необходимо. Потому что находились в режиме массового производства. Массового производства в промышленности, в образовании, массового производства во всем. Теперь знания или информация доступны везде. Все, что вам нужно, чтобы кто-то вдохновил людей стремиться к чему-то. Стремиться к чему-то, что для них имеет значение в жизни. Это все, что нужно. Информации полно. А что будет, если я не получу диплом? Какую-нибудь степень? Вы можете добавить ноль к своей голове. Это тоже будет степень. Если вы знаете, что делать, если вы начитаны и хорошо усвоили информацию, если вы можете что-то придумать, этого достаточно. Зачем для всего получать сертификат? Для определенных вещей это необходимо. Для определенного уровня функционирования в определенных сферах жизни это необходимо. Но пора задуматься о том, чтобы дети ходили в школу только до 15 лет. А стоит ли им ходить в школу после этого? Над этим нужно серьезно подумать, потому что школа и методология образования это серьезный недостаток человеческого общества. Именно из-за этого недостатка происходит много чего. Попытки быть лучше, чем кто-то в основном берут свое начало в школе. По сути, это начинается в школе. И затем в гораздо большей степени находят свое выражение повсюду в мире. Очень важно. Некоторые родители в США делают так. Но это очень небольшое количество. Они обучают своих детей дома. Если вы хотите иметь двоих, троих детей, у вас также должно быть и желание посвятить им свое время. А вы заводите детей и отдаете их в школу и ведите с ними один-два раза в год. На данный момент все устроено так. Но пришло время отойти от этого, потому что было время, когда существовала только одна книга. те, кто был достаточно предприимчив в то время, основали религию с помощью одной книги. И все шло хорошо. Сейчас вы не можете основать новую религию. Просто знайте, это больше не сработает. А тогда было достаточно одной книги. Потому что только вы могли ее прочитать. Никто другой не мог ее прочитать. Только вы знали, как читать. И чтобы вы не прочитали, все думали, вот это фантастика. Глядя на обычный лист бумаги, вы говорили столько всего. Люди были в восторге. Эти времена прошли. Ничего. Мы простим вас за то, что вы делали в то время. Но больше этому места нет. Сейчас повсюду достаточно информации. И любой может получить к ней доступ. Сейчас требуется вдохновленный человек. Вдохновленный человек означает, что его ум, эмоции и энергии все раскрылось на полную. Если он так же достаточно сбалансирован внутри, он естественным образом сделает прекрасные вещи. Но образование на потопе конвейера, оно не исчезнет просто так. Для этого потребуется столетие. Но мы должны начать замедлять его. По крайней мере, те, кто немного в этом разбираются, должны начать отходить от него. В противном случае мы вернемся к индустриальной революции. Революция означает, и мы вернулись к тому, с чего начали. Нам нужна эволюция. Давайте сделаем так, чтобы это произошло. Спасибо. Спасибо.